Привет, с вами Sawyer. Сегодня разговариваем про Angular 2 и Grasp. Это видео, которое я уже давненько обещал снять, и оно является практикой для видео про Grasp. Прежде чем я покажу конкретно на работе с Angular, что и как выглядит, хотелось бы поговорить о важных архитектурных моментах. Вообще вот в этих видео по архитектуре я хотел бы затрагивать важные архитектурные вещи, которые помогут вам выработать свой стиль, свой, ну скажем так, вкус в архитектуре. И поговорить хочу в первую очередь о нескольких вещах. Начнем с самого Angular 2 как фреймворк. Самое интересное, что это пример и довольно удачный пример микроядерной архитектуры, когда есть ядро. К этому ядру подключаются пакеты. Пакетов может быть много. Все на друг друга никак не завязано, то есть мы подключаем в ядро сколько угодно пакетов, которые между собой никак не завязаны. И важный механизм, который есть в Angular, это внедрение зависимости. То есть пакеты могут подключаться как через конфигурационные механизмы, мы указываем в конфигурации, при сборке они просто подключаются. Но есть еще вот механизм внедрения зависимости, который в основном используется для подключения сервисов. И сервисы на самом деле в Angular могут тоже являться пакетами. Например, сервис локализации. И в этом смысле вот этот механизм очень мощный и гибкий. Я рекомендую его использовать и знать о нем как можно больше, потому что он может использоваться не только во фреймворках, но и в ваших приложениях. Поэтому если вы не разбирались с внедрением зависимости, то рекомендую разобраться. Ну и в принципе можно было бы снять видео про архитектуру Angular 2. Если интересно, пишите в комментариях, можно об этом будет поговорить в отдельном видео. Второй момент, который на мой взгляд важен, это архитектура самих приложений на втором Angular, которая обозначается вот такими буковками MVVM. Давайте я отрисую ее. То есть у нас есть M, это модель. Модель управляется с помощью VueModel. И вот здесь есть вот такая двунаправленная связь со Vue. Здесь у нас уже, извиняюсь, здесь у нас уже расположен клиент. В чем интересность этой архитектуры? Ну понятно, что у нас вот эта VueM, это вот и есть вот она, VueModel. Очень часто эту архитектуру сравнивают с MVC и не зря, потому что реально MVC это архитектура, которая из той же серии, что называется. Вообще вот эта идея разделения на три части, данные, представление и управление данными, она очень часто различными образом реализуется. И очень часто она используется в архитектуре, в построении архитектуры приложений. И разница между MVC и MVV всего лишь в одной стрелочке. Я сейчас нарисую и вам станет понятно. То есть вот здесь у нас идет также Vue, здесь у нас идет клиент. Вот. И разница заключается вот в этой стрелочке. То есть если мы посмотрим здесь, то VueModel передает события. Ну а здесь сюда уходят называемые пропсы, ну свойства, которые отображаются. А в MVC модели, да вот она у нас C, вся разница заключается лишь вот в этой связи. То есть мы через VueModel прогоняем данные клиента, а потом возвращаем в контроллер. И собственно говоря, в остальном архитектуры очень и очень похожи. Надо отметить, что в Angular VueModel это компонент. Да, вот функции VueModel выполняет компонент. И Vue-шки это шаблоны модели, это как правило сервисы. Да, это я уже забегая вперед, говорю о том, что чем является. И нетрудно догадаться, что по Grasp'у сервис или модель это функциональный эксперт. Или просто эксперт, или информационный эксперт, его по-разному называют. У Grasp'а, кстати, информационный эксперт, функциональный, это я уже, что называется, фантазирую. Информационный эксперт, по-моему, будет называться по Grasp'у. Компонент это контроллер по Grasp'у. Vue-шка, к сожалению, шаблон, он не активный. То есть для него вот в Grasp' это, наверное, чистая выдумка или вообще ничего. Потому что у Лормана в отношении шаблонов как-то было мало про это сказано. И он ничего не писал. То есть, скорее всего, он просто даже не рассматривал их. Ну, в принципе, кроме чистой выдумки сюда из Grasp' ничего не подтянешь. Ну и, собственно говоря, вот на этом в теоретической части я хотел бы остановиться. Давайте теперь перейдем непосредственно к практике. Ну что, давайте поговорим про практическую часть. Я понял, что тема получается очень объемной. Если делать ее в режиме такого реального разговора, получится очень-очень длинно. Поэтому я сделал заготовочку, разместил в репозитории для патронов. Заготовочка является ангуляровским приложением, которое я назвал Grasp. И в этом ангуляровском приложении я уже создал компонент, который назвал User. И сделал первую простую реализацию этого компонента для того, чтобы было о чем поговорить. Сам шаблон это вывод информации о пользователя в JSON-формате и небольшое событие по переименованию. Но никаких input-форм, очень примитивно, прямо все забито на уровне логики самого компонента. То есть нажали Rename и переименовали в какое-то там другое имя. Я взял, для примера, Sawyer и Software Engineer. И вот этого нам уже достаточно для первоначального разговора по тому, как это все организовать с позиции Grasp. Вот к этому давайте и перейдем. Но прежде проверим, что все работает. Вот у нас компонент. Вот отображение в виде JSON. Нажимаем Rename. Получаем новое имя. Отлично, все здорово, все работает. Первое, с чего мы должны начать, так как у нас MVVM архитектура, мы должны понять с позиции MVVM, чем у нас является. Давайте мы сделаем вот такую форму комментирования. Значит первое MVVM определяем ViewModel. Это естественно компонент, мы об этом уже говорили. Вот ViewModel это и есть компонент. Что является моделью? Моделью является вот эта информация о пользователе. ViewModel является сама HTML. То есть с позиции MVVM мы видим четкое разделение. Сразу нам бросается в глаза, что модель является частью ViewModel. Это уже неправильно, мы это уже понимаем. Теперь давайте посмотрим на это дело с позиции Grasp. Как я уже говорил, в Grasp я выделяю пять ролей. И в данном случае роль очевидно контроллер. Дальше идут три принципа, которые мы должны применять на каждом компоненте. Это принцип полиморфизм, который говорит нам о том, что необходимо выделять интерфейсы, через которые проводить изменения. В данном случае ничего подобного не сделано. То есть не выполняется. Зацепление. Вот в данном случае зацепления на другие компоненты пока нет. То есть мы вообще ни на что не зацеплены, кроме ядра ангуляра. То есть нет, ну или низкое. То есть очень низкое зацепление. И связность. Связность это сфокусированность на какой-то одной задаче. Так как у нас модель контроллер, то у этой модели единственная обязанность это управлять, передавать управляющие воздействия по изменению данных. А в нашем случае мы получаем, что мы и инициализируем пользователя, и переименовываем его. То есть выполняем все. Выполняем функции, связанные с обработкой данных, с отображением, с подготовкой. То есть связность у нас низкая. Что тоже неправильно. Связность должна быть высокой. Мы должны быть сфокусированы на одной цели. Окей. Проведя первый такой анализ, мы сразу понимаем, что у нас контроллер выполняет еще и функции информационного эксперта. Потому что вот эти все обработки данных, это явная функция информационного эксперта. Плюс содержание модели внутри контроллера, тоже говорит нам о том, что у нас есть проблемка, связанная с распределением обязанностей. Следовательно, что мы должны сделать? Нам необходимо первым делом вынести модель. То есть у нас не должно быть модели в данном компоненте. Вот давайте к этому сейчас и приступим. Теперь нам нужно выделить модель в отдельную сущность. Я уже это сделал. Вынес интерфейс. Вынес тот код, который отвечал за инициализацию данных и переименование. Теперь нам нужно отрефакторить компонент на использование данной модели. Это делается просто. Добавляем сюда юзер модель, которую я только что создал. Юзер модель. Так, теперь у нас юзер становится полноценной моделью. Так, здесь мы ее создаем. Так, а здесь мы просто переименовываем. Так, пересобираем, все пересобирается. Проверяем. Самое важное проверить. Значит, загрузилась наша модель. Мы видим вот по этой части это. Нажимаем ренеем, да, все работает. Но мы видим, что у нас есть некое нарушение работы контроллера. Контроллер должен определять, какие данные передавать в модель для изменения. А у нас получается, что это сама модель определяет. Поэтому вот здесь должен остаться новый, остаться новое имя для переименования. Окей. И поправим сейчас модельку, чтобы это было уже с позиции контроллера правильно. Что получается? Получается, что вот сюда нам нужно. Name подставить. И вот уже у нас нарисовывается более правильная архитектура. Да, проверяем. Все работает. Теперь, что у нас получилось? Выполнив такой рефакторинг, мы вынесли модель. Следовательно, мы убрали двойную роль у компонента. Он теперь стал контроллером. Он управляет данными, минициализирует данные. Но как это реализуется, он за это не отвечает. То есть, это уже не его функция. Дальше мы ничего не сделали с полиморфизмом. Но мы добавили зацепление. Но добавив зацепление на юзер модель, мы смогли повысить связность. То есть, теперь у нас контроллер сфокусирован на своем основном деле. На том, что он управляет данными. Окей. Теперь давайте проанализируем модель. Сделаем это следующим, точно таким же способом. С позиции MVVM это модель. С позиции GRASP это информационный эксперт. Дальше. Полиморфизм. Принцип GRASP. Да, полиморфизм. Нет, не используется. Зацепление. Нет. Связность. Связность. Высокая. Что здесь нас беспокоит? Нас беспокоит то, что несмотря на то, что вроде бы как нет ни зацепления, высокая связность. У нас нет полиморфизма. То есть, мы никаким образом не используем никакие интерфейсы. Не готовим этот класс к повторному переиспользованию. Но мы как инженеры понимаем, что данные из воздуха не берутся. И в реальной жизни у нас был бы источник данных. И в реальной жизни у нас модель пользователя должна была бы реализовывать интерфейс по созданию, удалению, чтению данных. И он называется CRUD. Вот именно его мы должны реализовывать в моделях. Это в принципе стандартное для модели поведение. Давайте мы сейчас немножко отрефакторим модель на данное поведение. Мы просто предусмотрим такие методы, но реализуем лишь частично. То есть, чтение данных. Update. И удаление. Что нам это несет? То есть, когда мы выделяем интерфейс CRUD, мы сразу делаем модель, пригодная для использования во многих контекстах. Мы даем другим контроллерам возможность с ней работать. И более того, контроллер, который подразумевает модели с таким интерфейсом, понимает, что с ней делать. То есть, это не только жесткий интерфейс здесь, но в данном случае мы никаких интерфейсов не описываем отдельно. Мы делаем это по типу утиной типизации. Но уже тем самым мы повышаем повторное переиспользование этого класса и понятность этого класса. Потому что CRUD это стандартный интерфейс. Здесь нам нужно что сделать? Нам нужно вот эту часть. Вот эту часть перенести в чтение. То есть, вот здесь при чтении данных мы должны это прочитать. А здесь мы просто можем вызвать этот метод. Хотя это тоже не очень удачное решение, но это лучше, чем было. Окей. Дальше. Нам нужно разобраться с апдейтом. Понятно, что это общий интерфейс пользователя. То есть, будет выглядеть следующим образом. Тоже здесь нужно понимать вот что. Я об этом не сказал. В реальной жизни у нас было бы либо базы данных, либо файл, либо REST сервис. То есть, у нас бы появился какой-то класс, который являлся бы чистой выдумкой. Не будем мы его рассматривать в рамках этого видео. Но он бы являлся источником данных. И то, что мы сейчас напрямую загружаем данных в юзер даты, это мы как бы эмулируем загрузку данных из какого-то источника. И тогда бы у нас вот здесь в зацеплении, естественно, появился бы соответствующий источник. Но при этом зацепление все равно осталось бы низким. Это нужно понимать. И вот здесь апдейт данных мы бы тоже делали через провайдера данных, а не напрямую. Но так как это демонстрационный пример, нам приходится делать вот такие странные штуки, которые в реальной жизни, конечно, никто бы делать не стал. Теперь мы переписываем компонент на использование апдейт. Сразу скажу, что да, сейчас это будет выглядеть очень странно. Потому что я возьму и имейл заведу вот таким образом. Опять же повторюсь, это чтобы не реализовывать частичный апдейт, я его вот так сделаю. В реальной жизни, естественно, так делать категорически нельзя. Но в демонстрационном примере, я надеюсь, вы мне этого простите. Так, компилируем. Теперь проверяем, что все работает. Окей. Да, нажимаем Rename. И действительно все работает. Что мы сделали? Мы сделали необходимость реализации в контроллере поддержки крут моделей. Да, то есть мы крут для моделей должны поддерживать теперь. И через крут использовать. И полиморфизм заключается в данном случае в том, что если мы возьмем любую другую модель пользователя, мы будем работать с ней через крут. И это уже будет намного проще. То есть вносить изменения будет гораздо проще. Потому что, несмотря на то, что у нас есть зацепление на юзер модель, мы можем простым рефакторингом сделать из юзер модель любую дочернюю модель от юзер модель. Но здесь я еще хочу сказать, что это тоже плохой вариант. То есть в данном случае мы применили GRESP, мы выделили роль, мы выделили интерфейс для полиморфизма, мы сделали слабое низкое зацепление, высокую связность. И в принципе с таким кодом сейчас работать будет легче. Мы можем легко тестировать модель, мы можем легко компонент тестировать, мы можем менять компоненты. Но тем не менее мы не стали использовать ангуляровские возможности, которые еще больше облегчают переиспользование и используют внедрение зависимостей. И в следующем видео, если вам интересно, мы бы могли переделать нашу модель на сервис. То есть вот именно сервис в ангуляре позволяет наиболее эффективно использовать данные, получать данные, обмениваться между компонентами данными. Но уже в рамках этого видео вам должно понятно быть, что мы придерживаемся основной архитектуры MVVM. В данном случае мы ничего не знаем про нюансы ангуляра и делаем классическую модель. Мы придерживаемся GRESP, не навешиваем ролей больше, чем следует. Мы придерживаемся принципов, которые есть в GRESP, полиморфизм, зацепление, связность. И тем самым мы повышаем нашу программу к повторному переиспользованию. И если интересно продолжение этой темы, мы можем сделать это рефакторинг на сервис и посмотреть, как ангуляр 2 позволяет через сервисы красиво все разруливать. Но на этом пока все. Если вы хотите продолжение, пишите в комментариях. Спасибо, что слушали. До свидания. Надеюсь, вам стало более понятно, как можно использовать GRESP на практике. Продолжение следует...